Добрый день, начинаем пресс-конференцию. В связи с информационной кампанией, которая ведется против ХНУРЭ, руководитель университета, выступит и ответит на вопросы, которые в данный момент волнуют общественность больше всего. Сегодня наши спикеры Эдуард Рубин, временно исполняющий обязанности проректора Харьковского национального университета радиоэлектроники по научной работе, доктор наук, профессор и Владимир Хаханов, временно исполняющий обязанности проректора Харьковского национального университета радиоэлектроники по научной работе. Прошу прощения, кандидат наук. Да, да, временно исполняющий обязанности ректора и временно исполняющий... Кандидат наук, я прошу там. Простите, это, видимо, тут вкралась какая-то ошибка. Я прошу прощения, пожалуйста, добрый день, вам слово. Добрый день, господа. Я рад, что все пришли. Судьба университета волнует. И это один из главных университетов города Харькова, да и Украины. И, в принципе, это единственный технический, чисто технический хай-тек университет в нашей стране, где именно занимается и программирование, и разработка оборудования для компьютеров. Ну, очень много. Поэтому, конечно, возникли всевозможные вопросы, которые сегодня встали перед обществом. Кто пришел, зачем пришел, как пришел и что будет происходить. Я хочу сказать, что университет настолько важен сегодня, а я работаю в IT всю жизнь, и не только в программировании, а начинал по разработке компьютеров и изготовлению компьютеров, и по образованию радиоинженер. И когда мне поступило такое предложение, думал долго, но, в принципе, решил, что нужно поехать, прийти в этот университет и сделать из него действительно один из самых лучших университетов страны и, возможно, одним из лидеров мировых. Я не знаю, так говорю, пусть не придирается к словам. Я считаю, что сложного здесь ничего нет. Конечно, это будет не за один год, не за пять лет. Но если дать этот толчок, который будет развиваться, то не вижу никаких проблем. Десять задач, которые я поставил для себя и, так сказать, коллективу, они есть у вас у всех, вы можете их видеть на презентации, я могу зачитать их, сейчас здесь телевидение. Это обеспечить долгосрочную финансовую стабильность университета, создать прочные связи с украинскими и международными компаниями для эффективного обеспечения трудоустройства выпускников ХНУРЭ на рынке труда, внедрить современные информационные системы, которые будут способствовать повышению эффективности в административной и образовательной деятельности университета, также улучшать внутренние коммуникации, преобразовать образовательные программы, ликвидировать коррупцию и плагиат, создать внутривузовскую систему обеспечения качества, которой особое внимание будет уделено компетенциям обучающихся и преподавателей, знания, навыки и установки, создать современную систему управления персоналом, создать систему управления по результатам, обеспечить интернационализацию ХНУРЭ, создать прочные научные и деловые связи с ведущими университетами страны. Вроде как бы все понятно, благие намерения, и как же мы к ним будем идти? С самого начала своей деятельности я прошло два месяца с небольшим, именно занялся вот этими вопросами. На сегодняшний день уже договорено, проведены переговоры с такой компанией, как Pricewaterhouse, о том, что мы будем строить вместе такой университет. Почему выбрана такая компания? Потому что если мы хотим быть на уровне мировых университетов, значит, нас должна консультировать компания мирового уровня, которая может построить процессы, может создать систему управления внутри университетов, и это таким образом, чтобы они были прозрачны и понятны для будущих наших партнеров за границей, которые хотят с нами работать. От этого зависит поступление грантов, от этого зависит сотрудничество с университетами в области науки, между кафедрами, между факультетами. От этого много чего зависит. Я провел переговоры с некоторыми компаниями, такими как HP, Festa, которые уже работают с нами, и спрашивал, почему они тут мало помогают, почему не дают нам, лаборатории не строят, не все строят. Они говорят, смотрите, мы можем сильно расширить, но денег нам не дают, потому что, ну, вот в Украине здесь проблемы. Я говорю, а если мы будем аудированы такой компанией, как PricewaterhouseCoopers, они говорят, тогда вообще проблем нет. Тогда мы сами пойдем к нашему правительству и будем требовать денег для того, чтобы работать с вами. Все очень просто. Вы прозрачны, и к вам идут с вами работать. Если вы не прозрачны, с вами никто не работает. Сегодня, к сожалению, наш ВУЗ не прозрачен. Причины этому разные. Я думаю, что во многих университетах это есть проблема. И она больше связана с переходным периодом. То есть создали закон, сейчас наша страна перестраивается. Кто-то это делает быстрее, кто-то медленнее, но делать это надо. Таким образом, мы пошли немножко по другому пути. Я всегда говорю, зачем нам изобретать велосипед, когда мы можем взять просто и те, кто умеет его делать, и пусть они нам показывают, как его делать. Все. Мы также договорились о многих проектах, которые нам будут помогать, а именно такие, как создание технологий «Трансфер-офис». Знаете, все ученые нашей страны мечтают об этом. Точнее, мечтали всю жизнь. Что это такое? Это, когда есть юридическая компания во всем мире, в Америке, в Европе, приходит компания юридическая, которая помогает патентовать. Затем они запускают контроль по всему миру. Если кто-то где-то использует ваш патент, то они получают с него денежку и платят. Изобретателю или ученому. Также они платят университету, где это было разработано. Плюс сами на этом зарабатывают, естественно, потому что они делают работу по поиску, по контролю. Наша наука в этом смысле была всегда в тормозах. То есть мы что-то изобретали, а люди не могли получить деньги за это. Они когда-то изобретали, да, где-то хорошо, говорят, вот у меня там мое изобретение используется в Америке. Как это получить? Неизвестно. В Силиконовой долине, это есть. Я когда ездил, смотрели, как работает принцип Силиконовой долины в Палальто. Там прямо улица юридических компаний, которые именно этим занимаются. Улица венчурных капиталистов, которые этим занимаются, которые финансируют разработки. Это все можно построить. Один из проектов, который мы сейчас начали, идет уже разработка проекта, это создание каворкинг-центра. Есть там, когда-то было передано здание бывшего института Гепровуз, которое опустело. Там шестиэтажное здание, 2500 квадратных метров. И в этом здании будет каворкинг-центр, где смогут ребята днем учиться, проводить лабораторию. Мы хотим сделать такие современные учебные помещения, а вечером могут создавать, работать совместно, разрабатывать какие-то новинки в области IT, или хай-тек, или оборудование. Мы также договорились уже с клубом радиолюбителей, с центральным клубом радиолюбителей Харькова Украины. Не Харькова Украины, представителем украинского подразделения, которые у нас в университете восстановят работу некогда былого радиолюбительства, которое находилось когда-то в начале 90-х годов, до начала 90-х годов в университете. Мы договорились о постройке новой радиостанции. И у меня есть такая мечта, чтобы абитуриенты, которые приходят к нам на День открытых дверей, могли разговаривать с космонавтами. Такая возможность есть. Если мы посмотрели эту программу, тогда это будет вообще круто, классно, и ребятам будет интересно потом поступать в наш университет. Мы разработали на сегодняшний день, будет утверждено программу выставок Дня открытых дверей, которые должны происходить систематически. Мы рассмотрели вопрос о том, как это будет происходить, и буквально на этих днях должно быть утверждено участие наших компаний-спонсоров харьковских, которые будут тоже в этом участвовать, для того, чтобы привлекать студентов к нам на обучение. Мы уже заполнили, отправили, получили даже разрешение, ну где-то около от 5 до 10 тысяч, я точно не могу сказать, по Erasmus проекту. Это все вот за этот период, за два месяца, то, что мы сделали, и я считаю, что сделали немало. Какова причина вообще, если мы уже перейдем к тому, да, все знают, что есть конфликт, какой-то конфликт в университете. Ну, все очень просто. Когда я пришел, поработал, должен был посмотреть, как, что, 2-3 недели. У меня опыта менеджерского достаточно, я с 87-го года являюсь руководителем предприятия, и 10 лет и 8 месяцев у меня есть педагогический стаж, то есть я принимаю примерно, где, кто и что. 4 года я руководил колледжем, потом, к сожалению, не в проживительное время, всего полтора месяца был проектором ХПИ, но все, в принципе, понятно, что и где. Я увидел, определил то, что есть какие-то проблемы в нашем университете, финансовые, договорные, причем по всем параметрам. Я понимаю, что моих знаний в этом плане аудита внутреннего недостаточно, это нормально, руководитель не должен быть специалистом во всем, а тем более в аудите. И я решил пригласить аудитскую компанию, точнее, даже не так, пригласить отдел, министерскую компанию, отдел внутренних расследований или внутреннего аудита министерства образования. То есть непосредственного руководителя университета, скажем так, то есть органа, который управляет нашим университетом и который следит за тем, чтобы в нем соблюдались все правила, финансовые, управленческие и так далее. Все нормально. Я, когда начали эту работу, я понимал, что будет противодействие. Я сказал своим проекторам, говорю, учитывая то, что мы проводим аудит, мы провели комиссию, я хочу, чтобы вы были отстранены на это время как руководители. При этом с сохранением заработной платы, потому что у меня нет к вам обвинений, нет к вам ничего. Но я пришел сюда руководить и хочу, чтобы за моей спиной не было никаких скелетов, которые там стоят. Потому что если я что-то подозревал и не сообщил, значит, что я буду виноват. А если я вызвал непосредственно тот аудит, который непосредственно должен нас проверять. Они проверят, если тут ничего нет, у меня вообще к вам никаких вопросов есть. Могут быть там небольшие проблемы, это в любых предприятиях есть, а могут быть большие. Это уже будет министр определять, каковы должны быть действия по результатам этой проверки. Проверторы возмутились и начали, как вы видите, войну. Подали в суд, приглашают некоторых журналистов, которые пишут всевозможные кляузы, распространяют. Ну окей, это как бы нормальная ситуация, а тем более в суд это абсолютно нормальная ситуация. Мы должны жить в правовом государстве. Если что-то не так сделал, пусть меня суд поправит. Комиссия работает. И надо отдохнуть, что от того, что я не уволил людей, а отстранил, они все равно продолжают влияние. И на это есть уже около восьми, за две недели, восемь писем руководителей, проверяющих, которым они пишут, что им не предоставляются официальные документы. Причем по несколько раз. не предоставляются документы с факультета иностранных студентов, не предоставляются документы по закупкам. Ну то есть, есть много вещей, некоторые приказы не предоставляются, и так далее. То, что сейчас я не хочу сейчас говорить о том, что там найдено, я как бы в курсе и постоянно смотрю, альтеризирую, что происходит, мне докладывают проверяющие, соответственно, естественно, я смотрю и понимаю, что это есть проблема. И говорю, что пусть министр решает. В конце концов, на то он и министр. Если он скажет мне решать, значит, буду я решать. И, видимо, чувствуя все это, все это, все это подноготную, вот идет такая борьба. Я сразу предупреждаю, что готовится даже переворот, такой, внеочередной, внеочередная вченорада, где там соберутся, хотят собрать там большее количество людей, вченых рады, и провести ее в моем отсутствии. Я хочу предупредить всех, что да, такой процесс, процесс есть, а именно вченорада собирается, собирает больше 50% участников, которые говорят, мы хотим провести внеочередное заседание вченорады, и подается ректору, и ректор утверждает, через 5 дней провести такую вченораду. То есть, такой процесс существует, и тайной из него делать не надо, пусть он будет явным, то есть, ничего здесь страшного нет. Все это процессуально. Хочу также подсказать, что произошло за эти два года. Вот у нас здесь есть позиции, где, как был рейтинг. Все знают, что при, к сожалению, покойном Михаиле Федоровиче, ВУЗ звучал, был лидером передовым университетом страны, и он занимался до первых местах. Вот если вы видите, консолидированный рейтинг МОНО, в 2012 году, первое место среди технических университетов. Что прошло через два года, в 2015 году, 16 место среди технических университетов и 46 место по международному сотрудничеству. Проблема эта? Огромная проблема. Огромная проблема. Мы лишаемся студентов, которые не хотят учиться в университете низкого рейтинга. Мы лишаемся грантов, которые к нам не приходят, потому что любой иностранный университет хочет работать с университетом хорошим, с прозрачным, и которые в первом ряду лучших университетов страны. 16, я думаю, что это, конечно, не 300. Эдуард, я прошу прощения на правах модератора. Я просто резюмируйте, пожалуйста, давайте передадим слово, и потом мы к вопросам перейдем, потому что наверняка их достаточно. Спасибо, извините. Я скажу, что прежде всего я ученый, во-вторых, я профессор, и в-третьих, я менеджер. У меня порядка 550 публикаций, я достаточно известен в мире, и проблемы, которые у нас накапливались в университете, меня очень сильно трогали. То есть, все 25 лет я наблюдал некоторые, так сказать, будем говорить, некорректные действия менеджеров от науки, и, ну, например, такое вот, что приходит некоторая сумма из министерства, эта сумма распределялась. Распределялась это не руководителями тем, которые получают эти деньги, а распределялась менеджером. В результате на ученых приходили не деньги, а уже некоторые копейки, и руководители тем, они вот сегодня, когда я с ними беседую, они практически все именно жаловались на то отсутствие корректного распределения денег, которое приходит с министерства. Это деньги государственные. Чтобы искоренить вот такое, ну, будем говорить так, ручное управление, всего потребовалось сделать два пункта в положении, которые звучат примерно так. Проректор не имеет никаких денег, действительно, это так. Почему? Потому что все деньги зарабатываются учеными, которые подают проекты. И второе, когда деньги приходят в университет, то собирается группа, которая состоит из руководителей тем, которые выиграли деньги, и они согласно коэффициентам, каким коэффициентам, ну, естественно, это рейтинг тем, и согласно бюджетам распределяют деньги. Все, больше ничего не надо было делать для того, чтобы наладить отношения в университете. Я долго учился вот этим системным вещам, как правильно управлять университетом, как правильно управлять наукой, бюджетами и ученым. Я был в командировках таких интересных, так сказать, и в Кембридже, и в Лас-Вегасе, и в Тегеране, и в Франции, авиньоне, ну, в общем, количество стран у меня, оно достаточно большое, почему? Потому что я еще организатор международной конференции, которая действительно имеет высший рейтинг в мире, она входит в шестерку лучших симпозиумов в области компьютерной инженерии. замечал следующие моменты, которые были совершенно для меня непонятны. 20% ученых сегодня делают в университете, 90%, ну, 80% науки, будем говорить так, закон 2080. И наоборот, 80% ученых, они, как бы, так сказать, находятся в латентном состоянии. Но сказать, что они глупее, вот эти 80%, я не скажу, почему, наоборот, они умнее. Почему? Потому что есть, допустим, профессор, который работает, и есть профессор, который, ну, будем говорить так, защитил докторскую и ничего не делает. Но заметьте, уважаемые дамы и господа, они получают одни и те же деньги, абсолютно одни и те же, ни копейки больше. И вот это продолжалось такое разрушение науки и сейчас продолжается. Это уже не только от Минвуза идет. Я бы раньше сказал, да, Минвуз, так сказать, это провоцирует. Нет, сегодня у нас есть вполне автономность, достаточная автономность для того, чтобы мы могли это сделать сегодня. То есть, иначе говоря, управлять сегодня мы будем с помощью рейтинга, рейтингуем всех ученых, первый, последний и так далее. Затем рейтингуем кафедры и воздаем должное на кафедры и на ученых. То есть, сколько они заслуживают. Ну, я думаю, что вот в этом случае зарплата ведущего профессора, например, сегодня, это уже достижимое, 2000 долларов, а профессор, который, так сказать, стоит на последней ступеньке, ну, там уже, извините, так сказать, близко к нулю. Сказать, что это что-то открытие, нет, во всем мире так и делается. Когда я захожу в университет любой страны, а вот если вы не наберете студентов, а если у вас нет грантов, сколько вы получаете? Ноль. Зарплата ноль, это нормальная зарплата ученого в пассиве. Вот эти, естественно, что я работал долго над проектом Smart Cyber University, докладывал его в десятках стран мира, я уже не говорю здесь, так сказать, в Харькове везде перед ректором выступал, и министр, и перед министром, и президентом, все это у меня было. Все говорили примерно следующее, да, ты классный парень и так далее, давай, давай, только не при нашей жизни, только не в нашем колхозе и так далее. То есть это действительно это дезраптор, который создается, который разрушит полностью коррумпированное отношение во всех университетах Украины. Сегодня, вот с вашей помощью, уважаемые господа журналисты, да, я хочу обратиться и к харьковчанам, и к научному люду нашего, так сказать, города и Украины, естественно. Нам нужно всего лишь перестроить отношения в университете. Отношения должны быть абсолютно прозрачными и справедливыми. Что меня привлекает, вот когда Эдуард пришел, значит, к нам в университет, да, когда я ему сложил свою позицию, он, честно скажу, первый сказал человек, да, это мы будем делать. Ну, если, так сказать, он соглашается, будем говорить так, с тем, что я выстрадал как ученый последние 25 лет, естественно, так сказать, я говорю, давайте это, да, я буду вам помогать. Владимир, спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопросы, поднимаем руку, я передаю микрофон, да. Дмитрий Овсенкин, журнал «Аналитикюэй». Эдуард, к вам два вопроса. Первое, когда планируется окончание министерской проверки, и, соответственно, сможем ли мы узнать результаты. И второе, сразу, чтобы... Министерская аудиторская. Сразу один. А там одна. Она одна. Она одна? Да, министерская аудиторская проверка, да. Это внутреннее отдел аудиторская проводит. Министерская проверка, сразу отвечаю, заканчивается 9 февраля, и неделю-полторы нужно проверяющим, чтобы сделать акт. Сможем ли мы ознакомиться с результатами? Смотрите, я не являюсь, так сказать, тем, кто дает такие разрешения. Ну, выводами, которые вы получите на уровне. Если они являются открытыми с точки зрения закона, то, наверное, да. Если нет, просто я сейчас не говорю, я не знаю этого. Это министерская проверка, и на уровне министерства это решается. И еще один вопрос, с позволения коллег. Вот звучало в СМИ, ну, в пакете претензий, которые озвучивались, прозвучало, что вы привели за собой некую группу управленцев, менеджеров на достаточно высокие должности. Вообще, насколько в мировой практике руководитель приводит за собой некую группу помощников, управленцев? Это является, ну, как бы, общепринятым, или это практически всегда. Практически всегда. Что такое привел управленцев? Во-первых, я никого не уволил. И многих управленцев, если мы говорим об ученом, вот Владимир Иванович, он работает в институте 25 лет, если не больше. Нет, 40 лет. 40 лет, я извиняю, вы говорили 25 лет. 40 лет. И я его показывал, что я вижу, что это ученый, который может действительно возглавить научную работу. Я привлекаю изнутри. Я привел действительно, пришел со мной Станислав Игнатьев, который, я считаю, очень опытный человек в области международных грантов. Он вывел университет Каратина на первое место, создав там международный центр, привел туда немцев, французов, кто там работает. Я ему предложил, слушай, я хочу, ты там уже сделал, давай здесь. То есть это человек, который конкретно что-то сделал, и я это видел. И сегодня все, что мы сейчас делаем, получаем Эразмус, это все благодаря ему. Я скажу, что вчера буквально мы вошли в 12 красивейших университетов мира. Это не заслуга, конечно, не моя, не Стаса, потому что у нас самый красивый университет, но мы это подали, мы там перезванивались, доказывали, и то, что это наш университет один из самых красивых. Ну и так далее. Второе. Я привел главного бухгалтера, человека, который проработал в компании Алкотель. Для меня сейчас очень важно понять, что мы делаем финансовую автономию. Финансовая автономия никогда не работали в ВУЗе. То есть нужно построить, соответственно закону про высшую асфиту, нужно построить финансовую автономию, университета. Что такое финансовая автономия университета? Это финансовая автономия факультетов и кафедр. Это центры, кто понимает бухгалтерия, центры затрат и центры доходов, которые нужно провести, которые нужно расставить и уже по ним вести учет. Кто сегодня, я с бухгалтером говорил, вы такие вещи знаете? Она говорит, нет, не знает. Кто мне нужен? Мне нужен тот менеджер, который придет и будет этим заниматься. И он это уже делает, мы это уже обсуждали, мы создали отдел по созданию рейтингов, причем там, как оказывается, у нас в университете уже есть такое подразделение, и оно работает, и очень интересные заготовки, и мы уже обсуждаем, как это сделать. Там не привело никого нового, там это важно. Почему? Финансовая автономия, сверху и снизу рейтингование, чтобы было понятно, какой факультет, какая кафедра, какой профессор получает сколько денег. Моя задача такая, чтобы никто, ни ректор, ни проректор не влияли на эти вещи. Чтобы не было такое, так, ты за меня, тогда получишь деньги, против меня не получишь деньги. Все просто. Вот, выстроена система, вы написали столько-то работ, вы там выпустили кафедра столько эспирантов, докторов, вот ваши средства. Все, на эти средства вы можете платить себе зарплату, премию, покупать оборудование, ремонтировать лабораторию и так далее. А это какая-то часть остается в университете на ремонт, здание, поддержку, на развитие чего-то. Все очень просто. Кого я должен был привести изнутри таких нет? Ответ понятен. Спасибо. Пожалуйста, дальше комментарий. Адвокат Тарасенко, Эдуард Ефимович, когда и как мы будем проводить выборы ректора? Очень хороший вопрос. Я хочу, чем быстрее, тем лучше. Но в университете было сделано все так, чтобы эти выборы всегда можно было оспаривать. В сентябре заканчивается срок утверждения нового устава по соответствии с новым законом про Вольщую Асвиту. У нас к этому еще не приступили. В феврале прошлого года, в феврале прошлого года, ровно год назад, было принято на конференции трудового коллектива внесение изменения в устав, чтобы как-то его привести хотя бы по некоторым позициям. В сентябре, через полгода, было подан этот документ в министерство. Когда я спросил, что у нас с уставом в декабре месяце, это было даже в январе, мне сказали, что он в министерстве, нам его не присылают. Вы звонили? Нет. Но если вы там будете, то привезите его. Это уже январь, это год прошел. Я звоню в министерство, говорю, так и так, у нас находится там изменение к уставу. Да, мы в сентябре сказали, чтобы внести туда изменения, корректировка к этому уставу. Какую корректировку? Мы совсем согласны, кроме, там должно быть внесен пункт о процессе проведения выборов ректора. Почему он не сделан? Они говорят, ну мы не знали, вот мы сейчас сделаем. Два дня назад мне принесли, это уже с этой корректировкой. Сегодня я отдал ответственную, которая там проверяет все это дело, говорю, чтобы был прописан и все процессы. 19 числа у нас в Ченнераде, на которой мы проведем его, тогда я отвезу министру, отправлю министра и скажу, в принципе мы готовы к выборам. Да, вот хотя бы так, чтобы не было потом вопросов. То есть все делалось настолько хитроумно, чтобы потом можно было подавать в суды и оставить эту ситуацию такую замороженную, когда исполняющий обязанности проректоров все сделает. Будет передавать друг другу эти полномочия и что-то будет происходить в университете, не то, что бы хотелось. Когда я только пришел, в ноябре пришел, в первых числах декабря, мы встречались с Владимиром Фленцем, который здесь есть, который является самым главным человеком у нас в стране по разработке электронных выборов и утверждению их во всех там ДСТЗУ, налог, везде это только возможно. И мы подписали тогда же сразу меморандум о том, чтобы начать разработку проведения электронных выборов. Я вам говорю, что вряд ли мы успеем провести электронные выборы у нас в университете с точки зрения юридической, потому что есть еще некоторые вопросы, нужно проверить и так далее. Но начать проводить уже у нас выборы в студенческий сенат, выборы референдума среди студентов, среди преподавателей, мы уже можем. Давайте будем это тренировать, отрабатывать и все. Мы были на кафедре Владимира Ивановича, собрали там студентов, преподавателей, где мы обсуждали эти вопросы. Я говорю, давайте запускать, для нас это самое важное сегодня провести нормальные прозрачные выборы, а не такие, которые потом будут оспаривать. Точно так же там есть, ну это в принципе, в основном, там еще много таких документов, которые... Ответ понятен, спасибо. Евгения Кутнова, Харьковские известия. Я вернусь к Игнатьеву. Есть такая информация сейчас о том, что он фигурировал в уголовном деле по злоупотреблению с госзакупками, когда еще работал в Купенской администрации. Но там дело было закрыто спустя чем-то 7 лет. Ну то есть вы об этом знали или нет? Также на него был составлен административный протокол в этом году за насилие в семье. Первое. Я понял вопрос. Первое. Я об этом не знал. Второе. Я не должен был об этом знать. Третье. То, что там есть... Давайте пусть разбирается следственные органы. Откуда это появилась информация? Почему она проявляется? Почему распространяется по университету? Я не хочу комментировать фейки. Понимаете? Там столько вывалено на меня, на часы его. Сфотографирую я с девушкой, с женщиной в обнимку на праздники. Ну и что? Что вы хотите им сказать? Что здесь такого? Если вы считаете, кто-то считает, что это нарушение закона, пожалуйста, подавайте в суд и там решайте. Если это нет нарушения закона, то я не вижу проблем. Спасибо. Ваш вопрос. Добрый день. Татьяна Барабаш, всеукраинская организация, общественная организация права народа. Эдуард Ефимович, такой вопрос к вам. Дело в том, что вы отстранили четырех проректоров или не могу точное количество сказать, всех проректоров отстранили от работы. Это произошло в соответствии с какими нормами трудового законодательства вы это сделали. Это был приказ ваш или какую форму он приобрел. И скажите, пожалуйста, не мешает ли это обучению студентов и не мешает ли это подготовке научных кадров. Потому что, конечно, вы, может, прекрасный менеджер, но задача вуза, я думаю, состоит в том, что подготовка, качественная подготовка студентов. Вы выпуск очень передовых специалистов. Спасибо. Спасибо за вопрос. Скажу вам сразу. Первое. Это, я считаю, не нарушает ничего, потому что мы это проговаривали на учебной ради. Выступал представитель профсоюза, которому было сказано, что мы не нарушаем никакие права конкретных отстраненных, потому что я не лишил их зарплаты. Я сказал, на это время просто вы не будете отвечать за эти вещи, потому что может быть конфликт интересов. Все очень просто. Конфликт интересов в том, что вы можете влиять на проверку. Кстати, это так и происходит сегодня. Поэтому я считаю, что я сделал правильно. К сожалению, я могу всех отстранить, а теми людьми, которые не управляют, они проверяют. Есть акты проверяющие, которые говорят о том, что их саботируют. Кстати, то же самое есть письмо. У нас проводится, прямо говорю, сегодня, это официально, проводится следствие СБУ по некоторым вопросам и точно так же саботируется работа СБУ, не приносит документы. И я в СБУ тоже подал письмо о том, что прошу усилить свою деятельность. Все очень просто. Спасибо, Ваш вопрос. Я могу добавить здесь, в части науки, что если бы не было отстранения проректора по научной работе, то я бы не смог провести определенные действия, связанные с реструктуризацией отношений. То есть, иначе говоря, вывести финансовые отношения, сделать их прозрачными и доступными для всех людей. Но самое главное и правильно распределять деньги. Сегодня впервые, вот в феврале месяце, распределены деньги были в соответствии с бюджетами этих тем. Спасибо. Здравствуйте. Надобка Сергей, Всеукраинская общественная организация «Права народа», начальник юридического дела. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый, это считаете ли вы нормальным то, что люди в вашей команде, которые занимают высокопоставленные должности, имели уголовное прошлое и были замечены в уголовных преступлениях. Считаете ли вы это нормальным на сегодня? И второй вопрос, пожалуйста. Давайте я на первый отвечу, да? Уголовное, является ли это уголовником или нет, это вопрос суда. Нет, просто был вопрос, чтобы я не забывал, вы сейчас раздадите, если надо. И я только что на него ответил на этот вопрос. Я сказал о том, что если что-то есть нарушение, пожалуйста, можете подавать в суд. И я считаю, это фейком. Если у вас есть доказательства этого, пожалуйста, подавайте в суд на то, чтобы это изменить. Я не видел оригиналов этих документов. Отчего я должен сейчас реагировать на это? Пожалуйста, второй вопрос. Скажите, вот согласно регламента и устава вашего университета возглавлять ученый совет должен человек, который имеет научную степень, доктора наук, профессор, ученое звание. Каким образом была назначена ваша кандидатура на пост председателя этого ученого совета, поскольку вы не были его членом ранее? И почему на сегодняшний день ученый-секретарь, который несет персональную ответственность за подобные действия, до сих пор работает и не был привлечен к юридической ответственности? Спасибо. Объясняю вам. Первое. Есть закон про высшую освиту, который является превыше всего. Там написано четко, ректором может быть человек, имеющий научную степень. У меня есть научная степень доцента. То есть, здесь все нормально. Есть устав университета, где написано, что ректором может быть, я имею в виду, ректором и председателем научной учебной рады может быть и доцент. Ничего не нарушено. Если есть внутреннее положение, которое было принято уже после издания закона про высшую освиту, то это проблемы не ученого-секретаря, который тогда был, а того юриста, который там находился в то время, и того, кто им руководил, которые написали положение не по закону, который уже на тот момент существовал. Поэтому давайте переведем это все в рамки юридические. Если есть у кого-то в этом плане претензии, они точно так же могут подавать в суд и выяснять, правильно это или неправильно. Пока я вижу только так. В соответствии с законом про высшую освиту у нас нет никаких нарушений. Спасибо. Представляетесь и вопрос. Здравствуйте. Данил Чулков, куратор проектов Североинской общественной организации «Права народа». У нас только «Права народа» здесь выступают? Да. Давайте сначала будь журналистом. Извиняюсь, поскольку никто не просил, я задам вопрос. Эдуард Ефимович, у меня к вам вопрос. Ответьте, пожалуйста, и ваше мнение. Может ли человек, одного дня не проработавший в конкретном университете, попасть на прием к министру и на следующий день назначенным быть руководителем данного университета? Спасибо за этот вопрос. И второй вопрос, сразу же выплывающий, кто вас провел к министру? Очень хороший вопрос. Первое. Те, кто меня знает и следили за моей жизнью, скажут так. Я являюсь общественником уже очень много лет. Я являюсь членом правления IT-комитета Европейской бизнес-ассоциации. Я являюсь членом правления Европейской бизнес-ассоциации города Харькова. Я долгое время был вице-президентом IT-Украина. Я являюсь одним из создателей IT-кластера Харькова. И учитывая, что во всех этих организациях один из немногих, кто являлся и бизнесменом, и в образовательном процессе, я выступал всегда на всех конференциях, посвященных образованию. В 2014 году я запустил проект «Дуальная форма обучения» в Харьковском политическом университете в колледже. Именно министру я докладывал тогда, будучи директором колледжа, об этом проекте. И он его поддержал, подписал, и мы его запустили. То есть министр меня знал очень давно. Мы с ним встречаемся на всех конференциях и так далее. Когда стал вопрос о том, мне еще летом позвонили из министерства и сказали «Вы хотите?» Я говорю, и мне тому времени я еще был директором колледжа и было предложение стать проектором в ХПИ. Я сказал «Нет, не хочу, у меня есть интересная работа в ХПИ, и я здесь останусь в ХПИ». Но когда 24 числа ноября в ХНУРе произошла так называемая ХНУР-революция, где студенты, которых якобы они считают, что их неправильно были проведены выборы и были назначены какие-то другие студенты под давлением администрации в нарушении всех законов. И они устроили революцию. И в этот момент, 24 числа, мне позвонили из министерства, позвонила Инна Романовна и говорит «Эдуард, вы могли бы приехать?» Это произошло по-моему в пятницу или в субботу. «Вы могли бы приехать?» Я говорю «Ну, я могу приехать во вторник». По-моему, я говорю «Хорошо». И я приехал. Мы встретились там с министром и с замминистра. И мы обсудили вопрос, что происходит. Я уже, будучи туда ехать, было 24 числа, по интернету смотрю, что там происходит. И министр говорит «Мы не можем больше ждать, потому что там будет сейчас буча. Я вас прошу, завтра начать работу». Я говорю «Ну, если надо, значит надо». Позвонили, почему до этого еще, позвонили ректору ХПИ, предупредили его из министерства, говорит «Нам так нужно». Я переговорил с ректором, говорю «Евгений Иванович, у меня такая тут хорошая работа, я хотел бы, конечно, тут с вами работать, но вы же понимаете, что если будет проблема, если закроется, не дай бог, я понимаю, что все вузы конкурируют друг с другом, но, как говорится, когда двор на двор выходит, когда мы в одном, в нашем городе, не дай бог, закроется хоть один вуз или что-то произойдет, то это будет катастрофа для всего города. Он говорит «Да, Эдуард, ничего здесь военного нет, тайного нет». Меня в министерстве знали во всех отделах, потому что на все круглые страны, которые там проходили, я практически там был. Спасибо. Статус колеси Грищенко. Скажите, будут ли в этом году новые специальности в вузе? Планируется ли повышать стоимость обучения? И о какой сумме научных работ Владимиркова вопроса идет речь, которую распределяют между теми работами, о которых вы говорили? Это речь идет о тех работах, которые попали в высший рейтинг, там три группы было, правильно я понимаю, которые по экспертизе прошли научные работы? Да, действительно, эта сумма идет, по прошлому году эта сумма небольшая, чуть более 5 миллионов гривен. На сегодняшний день у нас прошли по рейтингу из 8 тем, 6 тем. Таким образом, у нас будет 22 темы. И мы сегодня распределили правильно в соответствии с бюджетами этих тем. То финансирование, которое перешло к нам из декабря месяца, это 270 тысяч, но уже правильно распределили. И сегодня впервые наши руководители имеют право набирать на тему тех специалистов, которые им необходимы для выполнения этих научно-исследовательских работ. Это не только внутренние специалисты, как это было до сегодня, а это и внешние любые специалисты из города или из Украины. Что касается количества специальностей, у нас сегодня 14 специальностей. Расширение, естественно, расширение планируется. Почему? Потому что вы понимаете, что IT-индустрия развивается, так сказать, хорошими темпами. И не секрет, наверное, я вам скажу, что достаточно много интересных уже дезрапторных направлений, которые существуют в мире, они не покрываются существующими стандартами, которые идутся из министерства. Таким образом, мы как ведущие вуз, мы должны планировать себе расширение специальностей, которые, так сказать, интересны для города, но, а также интересны для мира. Почему? Потому что наших очень много ребят, в частности, из моего факультета, где я являюсь деканом, они работают в Силиконовой долине, и этот поток не прекращается. Спасибо. Представляете все ваши вопросы? Я так понял, много специальностей не будет распределить 220 жилья. Будут специализации. Ну, действительно, специальности, они ведь утверждены, так сказать, на уровне сайта министров, да. И оплата осталась в стену. Оплата пока, мы не рассматривали этот вопрос еще про оплату. Это будет рассмотрено, я думаю, что в марте и в апреле месяце. Да, пожалуйста, представьтесь. Майхариков, инфо, Андрей Войницкий. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что то, что выявлено, вы в курсе. То есть, правильно ли я понимаю, что в ходе проверки уже выявлены какие-то нарушения со стороны бывшего руководства? Смотрите, и да, и нет. Первое, да, я вижу, что это нарушение. В, принимает решение, нарушение это или нет, не я, а те, кто делает проверку и те, кто их туда прислал. Спасибо, коллеги. Есть ли еще вопросы? Финансовые, юридические, работая иностранными студентами, ну, много там, там целый перечень. Я позволю себе еще раз взять слово, еще один вопрос. Вот, сейчас идет, ну, скажем так, такая компания общественная, направленная на вас, на Станислава Игнатьева, еще на ряд людей, которых вы привели с собой, и которые составляют ваше окружение. Ну, хорошо, если только двумя. После проверки, после получения результатов, планируете ли вы какие-то, вообще, вот, ответные действия в адрес людей, которые сейчас вас обвиняют. Ну, всем это интересно знать. Будете вы это проглатывать молча, или... Нет, подождите. Спасибо за вопрос. Я не могу это проглатить молча, по одной простой причине. Принимать это решение буду не я, а министр. И министр будет принимать решение следующее. Либо он посчитает эти вещи, не имеющие достаточно оснований для того, чтобы их возбуждать в уголовное дело, передавать их в какие-то следственные органы. Либо, если будут передавать, то будут передавать его в Киеве, в Киеве. В те органы, которые находятся по местонахождению министерства, потому что это министерская проверка, а не моя. Либо мне дадут команду, что вот это, вот это исправят, потому что она понимает, что внутренний аудит это не только карательный орган, но и орган консультативный с точки зрения, как должны проходить те или иные процессы, чтобы этих нарушений больше не было. Кстати, такой внутренний аудит должен находиться в любой бюджетной компании, в любой бюджетном предприятии или в УЗИ. В нашем университете такого нет. То есть у нас никто не проводил аудирование внутреннего, не было внутреннего аудита. И в той структуре, которую мы сейчас переделаем, именно заложено отдел внутреннего аудита, который должен быть прозрачным, я уже веду переговоры с людьми, которые там будут набирать, которые имеют опыт. И у меня постоянно вопрос, что это не карательный орган, а управленческий орган, который выискивает, где есть проблемы и показывает, какие процессы нужно изменить, чтобы этих проблем больше там не возникало. Все очень нормально. И это одно из самых страшных нарушений, которые в бюджетной организации не существуют, отдела внутреннего аудита. А по публичным нападкам будет реакция? От меня? Нет. Вы знаете, я достаточно настолько известный в лицо, что если там что-то и говорят, ну пусть говорят. Я посмотрел, я просто знаю, кто нападает, как нападает. Ну, они здесь все находятся. И, ну, нападают, ну что делать? Все, как бы те, кто принимает решения, они знают, для кого они работают. Ну, наверное, им для этого что-то нужно. Поэтому вопросов нет. Этот вопрос разбирался на комитете областного совета. Этот вопрос будет вынесен на сессию областного совета, которая пройдет 4 числа. Ну, я это все расскажу депутатам, если будет такой вопрос. Елена Львова, агентство Интерфакс Украина. Вы говорили о том, что происходит саботаж не только министерской аудиторской проверки, но и следователей СБУ. Правильно я поняла? Да, абсолютно верно. Можете подробнее рассказать, о чем идет речь, что за дело, по поводу чего на вас? Да, там я, что за дело не могу рассказать, а там идет вопрос по проверке работы с иностранными студентами и проверка по работе с иностранными грантами. Скажите, пожалуйста, кроме подразделения, которые работают с иностранными студентами, какие еще подразделения саботируют проверку? Там есть письма. Все остальные вопросы, они находятся в бухгалтерии, и бухгалтерия дает все документы, платежки, все, что необходимо для тех целей. А здесь есть вопросы контрактов. В нашем университете заложена такая система, где все разделено. То есть, НИЧ имеет свою бухгалтерию, имеет свой отдел кадров, имеет свои вещи, которые вообще никак не связаны с общим университетом. Когда у главного бухгалтера спрашивают, вы знаете, почему вы не знаете, что творится в бухгалтерии НИЧ? А я там не знаю, но они подо мной, стоп, говорят проверяющие. Вы главный бухгалтер, и не знаете, что происходит в вашем подразделении? Он говорит, нет. Это еще к вопросу к тому, когда я говорю о том, когда я приходил со своей командой. То же самое по иностранным. По иностранным студентам. Принесите договора. Ой, у нас нет, мы не успели. Как нет? У нас только один. Как же только один, когда у вас 20 человек? И вот такие вопросы, которые уходят, это все будет отражено в актах. И кто приедет проверять, потом, ну, это пусть решает, так сказать, уже не я. Это все фиксируется, все делается, и так. И когда выступали там, что нас проверяли, тут пять, пять того, ну и что, что проверяли? Хоть каждую неделю должны приезжать, но при этом нужно понимать, что это, я не пригласил какую-то внешнюю аудиторскую компанию, там, Иванов и партнеры, которые приехали там что-то сделать. Конкретно те, кто обязан проверять, министерство. Все, я не вижу вопросов. Скажите, пожалуйста, была еще информация о том, что господин Розинский, присутствующий здесь, обратился в НАБУ в связи с тем, что при вашем назначении и у ректора, с его точки зрения, был нарушен закон. Известно ли вам, есть ли уголовное производство, и если да, то вызывали ли вас, проводились ли с вами какие-то интересные дела? Первое. Розинский сделал все правильно. Он поступил по юридически, подал, если он в чем-то сомневается, он подал заявление в антикоррупционное бюро. ты понимаешь? Дальше, куда пошли эти документы, я не знаю. По этому факту у меня нет никаких сведений, меня никто никуда не вызывал, я ничего не знаю. есть факт о том, что два проректора, которые отстраненные, подали заявление в милицию Держинского района по несправедливому их отстранению. Почему-то два, а не четыре. Ну, почему третий, я представляю себе, почему четвертый, не знаю. Нет, почему четвертый, я хорошо знаю, потому что он считает этот вопрос справедливым, то, что я сделал, это правильно. И все. И он нормально, нормально выдерживает время проверки, все остальные нет. Там я тоже не получал никакого официального уведомления, что против меня я это все узнаю из прессы и из компьютера, из выписки, что ведется какое-то дело. И я, честно говоря, еще не знаю, то ли это против министра, то ли это против меня. К сожалению, милиция тоже нарушает свои действия, и почему-то следователь приходит в университет, при этом меня не уведомили, что в университет приходит официальная какая-то, ну, полиция или милиция, как это сейчас называют, приходит сюда и допрашивает сотрудников. То есть не вызывает к себе, чтобы было понятно, а приходит прямо в университет и прямо здесь производит допрос. При этом сегодня у меня был жесткий разговор с юристом, при котором каким опыт, почему-то юрист не следит за теми вещами, которые происходят, почему мне ничего не сообщается. Ну, выводы мы сделаем позже по этому вопросу. И последний у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, когда будут назначены выборы ректора, намерены ли вы в них участвовать? Первое. Я хотел бы, чтобы они были в мае прошли. Почему это? Я прямо говорю, причины, это вот если мы сейчас утвердим изменение к уставу, даже уже просьба не то, не сам устав, на который потребуется гораздо больше, а сам устав, нужно еще изменить некоторые документы, которые могут потом дать вот эти зацепки, некоторым подавать заявления в милицию, в антикоррупционное бюро или куда-то еще. И чтобы этого не было, провести, вот мы сейчас проводим этот аудит юридически, для того, чтобы их закрыть, эти темы. Потому что хотели тут провести, например, а проведем сейчас конференцию трудного коллектива. Хорошо. Кто? Так, а студентов, сейчас студентов соберем, которые есть. Я говорю, кто есть? Они все на каникулах. Ну, давайте тогда не будем спешить, потому что сейчас приедут на каникулах, приедут, мы тут не участвовали. Ну и так далее. Там очень много вещей, которые вот я хочу, чтобы они были расставлены по полочкам, чтобы у нас наконец-то прошли нормальные, юридически как максимально чистые выборы. Вот и все. Спасибо вам. Представьте себе вопрос. Юрий Кальченко, Громадский деятель. Здравствуйте, Эдуард Ефимович. За сегодняшнюю пресс-конференцию было столько уже названо всяких фактов, сколько негараздов происходит в ХНУРе. Я это знаю тоже изнутри, от одного выпускника и младшего научного сотрудника, которые за последние три года рассказывали, что там происходит. Фактически, о чем сегодня все говорили, вопрос идет о деньгах. Вот ваш профессор очень правильно сказал, для того, чтобы прозрачная система, обвал рейтинга произошел не просто ХНУРе обвалило, за каждым обвалом и действием стоят фамилии. Очень бы хотелось узнать должности и фамилии конкретных людей, которые за последние три года обрушили рейтинг ХНУРе. Я не говорю сейчас, после того, как пройдет комиссия. Это нужно очень Харькову, потому что ХНУРе это бренд города Харькова. Если не сделаете это вы, значит, будет громадский все это делать. Давайте вместе это сделаем. Потому что это болото, надо всколыхнуть. Спасибо. Спасибо. Я думаю, это был не вопрос, а предложение. Да, я сторонник... Простите, там был вопрос насчет фамилий. Можно ли их назвать сейчас? Фамилии? Это был вопрос. Я считаю, что пока не закончится следствие, фамилии называть нельзя, потому что там не только те, кто отстранены, там еще есть лица, которым названо, может быть предъявлено подозрение. Поэтому я сейчас... Я могу добавить немножко, вот тоже без фамилий, да, что вот последние три года, то есть вот с 13-14 и сейчас уже, ну, люди заняты не наукой и образованием в прямом смысле, а заняты тем, чтобы, так сказать, выбрать себе достойного руководителя. И вот, ну, не секрет, что существуют такие вот группировки, которые именно и вовлекают наших ученых и весь коллектив университета в эти процессы. Наверное, это уже достаточно, мы много потеряли времени, то есть три года, и нам нужно сейчас наверстать. Наверстать только можно таким образом, чтобы построить новую систему отношений, которая определяется чем? Мониторингом всех подразделений и ученых, и далее выставлением тех моральных и материальных стимулов в соответствии, так сказать, с вкладом каждого ученого. Вот, я думаю, что на этом и сегодня мы и хотели бы, так сказать, поднять вот наш коллектив университета для того, чтобы далее мы представляли уже, ну, наверное, мы должны быть первыми в Украине, по крайней мере, в Украине, в области радиоэлектроники, информационных технологий. А, точнее сказать, мы могли бы занимать и лидирующие позиции в Европе, в Америке нет, но в Европе мы бы тоже могли занимать лидирующие позиции в данной области. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Тогда будем заканчивать. От лица Харьковского инфоцентра я приглашаю, если у вас будет необходимость по результатам проверки, провести пресс-конференцию. Спасибо всем большое. Спасибо, что ВУЗ находится в поле зрения вашего. Спасибо.